Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество на стандартной скорости за Америку Теодора Рузвельта, прогрессивиста, о, проходить Сидмерс Цивилизейшн 6 после рейтинга цивилизации, где, в общем-то, я увидел, что не играл для зрителей за Америку вообще. Ну и если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии, а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку, выключаем мою веселую рожицу и продолжаем развиваться. У нас тут война коалиции со мной за то, что я захватил Перд, причем, блин, подговорившая всех Австралия сразу же со мной мир заключила, а до этого не хотела заключать мир. Так что у нас тут Канада куролесит. В принципе, она, кстати, Кардив может взять вполне, потому что 28. Я все жду... А, точнее, я уже открыл, да, я открыл наемников. Я думаю, что надо ставить карточку на снижение стоимости... Юнитов и, в общем-то, апаться в арбалеты и латников. Кстати, может же, кому лошадей попродавать? О, давайте продадим Риму, например. Давайте штук 30. Я думаю, что я буду с ним воевать, так что... Я знаю, что по одной лошади, кстати, выгоднее вы... Но это не будем уже заниматься такой мелочевкой. Так, наверное, всех литье ускорил двумя арбалетами. Всех лучников уже апну. Так, а для латников нам требуется 125-250. Ну, это чуть позже. Так, а союзы я еще не открыл. Мне с другой стороны... Нет, союзы я открыл, но мне не с кем заключать их, к сожалению. Торговый ресурс... Ну, давайте гильдии. Так, там гавань. А где у нас 4-й торговый... Ага, вот тут рынок я достраиваю. Тут коммерческий райончик. Так, окей. В принципе, я всего лишь наполовину отстаю от Канады. Ну, вообще... С Канадой неприятно воевать. Честно говоря, как сосед и самая развитая цивилизация здесь. Но захватить она все равно меня не может. На многих уровнях идет большая игра. Понял. Спасибо за инфу. Странно, какого-то Канада отступает. Так, ну, Австралия меня осуждает. Это понятно тоже. Блин, это... Саладин подвел воина к Кардифу. Господи. Так. Вот тут галера. Блин, ну, разграбит караванми, к сожалению. Тут я, пожалуй, все-таки сюда поставлю город. Я думаю, что мы выдержим лояльность. Но это единственное место, где я могу ставить город, в общем-то. И на этом, видимо, мы закончим расселение. Потому что острова там... Хотя посмотрим, сейчас выйдем еще в каравеллы, глянем. Где у нас, кстати... Чудо света античности, две гавани. Стоит ли мне в стреме выходить? Я бы в картографию пошел. Давайте мы военную тактику отложим. Чудо света античности я, по-моему, никакое не могу построить. Петра, по-моему, чудо средневековья. А, не, античности. Слушайте, может попробовать в Балтии море Петру тогда? Не, ну тут она долго. Двадцать трех хода. Это долго будет. Какие у нас еще чудеса? Мне бы что-то в Вашингтоне построить. Мавзолей нет, таракотка нет. Ну нафига мне Петру в Вашингтоне строить. Колизей. Всем городским центром. Ну, блин, Вашингтон. То есть, я получается, где-то только здесь могу его поставить. То есть, у меня сначала развлекательный комплекс с ареной, потом где-то здесь Колизей. Раз, два, три, четыре. Но он буквально на несколько городов. Да, не, вот. Колизей бы тоже в Балтиморе. Поросский вояк невозможно. Тату из Девствия. Военный лагерь. Килл в Кисеване только на побережье. Ничего не строится. Черт. Так, пока я стою, лечусь. Это у нас Галера. Вряд ли он сможет двумя юнитами проатаковать. Но Караван, видимо, будет разграблен все-таки. Да, тут гавань невозможно строить. Потому что этот стал... Ну, стены тут тоже не нужны. Рабочего сделаем. Ну, когда отъедет... Так, я бы, конечно, следил. Только надо просто отступило куда-то. Прям... А что так много... Да, разграбил караван. Что так много варваров все-таки? У меня такой вопрос. Мы стоим, лечимся. Так, какие у нас тут... Мне надо, в общем-то, из Бостона в Балтимор отправить... Ой, уже требушеты пошли. Фак. Надо было... Да, и у меня же еще... Я еще решил, что город где-то здесь. Мне надо поставить из-за селитры. Конечно, конечно, в четвертом радиусе и, в принципе, Чарльз там когда-нибудь да дотянется. Но... Это будет слишком долго. Может, какого-нибудь сюда просто бахнуть. С какими-нибудь ресурсами можно торговать? Это у меня 4 меда. Вот, трюфелями, кстати. А, у тебя, по-моему, есть трюфеля? Нет, нету. Трюфелями с Австралией. А, он уже не будет сейчас говорить, сколько он денег хочет. Не знаю, интересно, это баг вообще или такая механика, что, типа, если тебя цивилизация судила, то ты не можешь увидеть... Ну, вот, сколько, типа, вы предлагаете, чтобы принять эту сделку. То есть, тут приходится самому подбирать сумму. Честно говоря, это просто напряженно. То есть, по-моему, это баг. Я не думаю, что... Ну-ка, еще, как... Не знаю, это даже багом или еще. Потому что баг это то, что мешает... Что-то неправильное в игре делает. А тут, скорее, просто неудобство интерфейса получается. Вот, тут уже рабочих у Сингапура отбирают варвары. Все, от меня они отставили. Но тут не надо мне галеры, да, окончательно улучшить. Может, мне монумент тут купить? Да не, ладно. Попробуем так вытянуть. Не, кстати, неплохой город будет, Лос-Анджелес. Главное, чтобы он не отвалился по лояльности. А то сейчас тут минус один все-таки. Для этого мне надо, чтобы Бостон вырос. Да. Да, тут точно рабочий нужен. Одна гавань сколько? Девять. Наверное, давайте все-таки я... Ты еще не понимаешь, откуда Саладин приводит свои войска, чтобы Кардив атаковать. Хрен знает откуда просто. Так, давайте-ка я в Вашингтоне торговца сделаю. И тут я куплю монумент. Отстроить будем сразу гавань на плюс 4. Тут все-таки рабочий сколько стоит? 340. Наверное, все-таки рабочего. Сначала. Такой фигней занимается Аравия просто. Так, бонусы соседства для промышленной зоны нафиг надо. Ни одно соседство центра коммерции имеет смысл, потому что у нас золотой век, который дает науку от центра коммерции. Так, нам бы, конечно, вот этого еще. Так, давайте кому-нибудь еще что-нибудь продадим. Надо последние юниты апнуть. Я бы, конечно, еще и коляски вот эти в рыцарей бы апнул, но для этого рыцаря открыть надо. А это не скоро, блин. Пастбище плюс пищу. Вообще надо было, на самом деле, стремя открывать. Ну, ладно, контрфос мы тоже точно откроем. Стремя мне надо, чтобы в рыцарей апнуться. Но, тем не менее, карточку мы меняем. Тут мы лям, видимо, прокачиваем. Что нет смысла других губернаторов? Тем более тут, кстати, планировка в тему для Балтимора будет как раз. Первый район все-таки строит. Нет, второй. Второй район только строится. Так, значит, мне надо продать кому-нибудь железо и лошадей. Может быть, я и не прав, что торгую с Австралией, но я уже ее не боюсь, честно говоря. Давайте два царик. Ой, 800. Да ладно, вообще, что не хочешь железо покупать? Может, железо уже сейчас устаревшим считается? Хорошо, а с лошадьми тогда? Ну и лошадей особо ему не надо, блин. Ладно, Рим у нас вроде неплохо лошадей покупал. Десять. Да, блин. Ну что, никто не хуй... Ладно, давайте тогда ему мед продадим. Тем более, все равно мне некуда его девать. Так, апаем воина. А, блин, мне бы еще вот этого апнуть, на самом деле. 55 сила. Ну, чтобы уже всех... Так, ну давайте тогда кому-нибудь еще мед продадим. Ага, а проблема в том... Я, наверное, в Франции могу. Просто Австралии я уже продавал, с остальными я воюю. Фига себе, она не хочет... Ну, это что-то дешево будет, иначе. Ладно, не будем апать тогда этого дуболома, фиг с ним. Жаль. Конечно, так. И теперь мы ставим... Соседство для Центра Коммерции. Погоди, а почему он только деньги показывает? У нас же Золотой Век. Озарение дает дополнительный... Бонус соседства Центра Коммерции. Гавани дает золото, ну и надо. То есть, по идее, это будет плюс 9 к золоту сейчас. У меня. Ну... Не показывает, и фиг с ним. Да, видите, 92 стало было. 82 стало 92. Так. Доступно повышение. Отлично. Но мне, конечно, надо больше галер. Слишком... Там... Варварская вольница произошла. Гильдии открыли. Четыре торговые... Ну, давайте покачь линейковые ярлыки. По идее, скоро я четвертый торговый путь должен буду сделать. Ага, требушеты. Ну, 50. Не берется, я думаю. Чень, я не думаю, я уверен, что не берется с требушетами и латниками. Венецию забрали. И уничтожили, похоже. Вот тут, наверное, она была. Так, с тремя открываем. В Вашингтоне... Да, через... Через Сингапур. Ладно, мы из Бостона, видимо, тогда в Балтимор отправлю. Потому что мне тут надо дорогу провести как-то. Так. С этими ребятами мы еще мир не можем заключать? Можем. Можем. Например... Камурапи. Так, 20 золота в ход. С Алладином. Вообще не хочет. Очень интересное решение с Алладина. Просто слить свой арбалет. Колизей построили. Жалко. Жалко. Так, тут в разработке кампус следующим ходом будет. В итоге у меня три кампуса. Уже почти сотня науки. Ну, нормально идем. Мне нравится. Интересно, они, наверное, не будут со мной мириться до... До того, как кризис не закончится. Ну... А, я понял, почему он себя ведет. Потому что у них цель атаки перт как раз. И он, кстати, Канаде сейчас именно к перту поведет. Ну, зашибись. То есть, минус армия у Канады. То есть, Кардив они атакуют постольку. Просто он по пути. Кардив просто по пути. Так, ну, наверное, тогда латника давайте сюда подводить. Ну, не знаю. В Вашингтоне... Я решил, что мне здесь надо правительственную площадь. Реально. Для Вашингтона здесь будет... Давайте, наверное, пока рабочих сделаем еще. Хотя надо бы и еще один требушет. Но пять ходов это уже много. Это я катапульту просто начинал и требушет закончил. Ну, ладно, давайте строителей. Это тут остается. Из Бостона. О, в Нью-Кассл. Может, в Нью-Кассл отправить по пути? Тут как раз дорога все равно будет. Или в Балтимор на еду еще, чтобы было. Мне кажется, я эту еду сделаю и так. Нет, давайте в Нью-Кассл. Так, где тут варварские армады? Сейчас еще и рабочего захватим. Кампус в Балтиморе. Так, а что у нас с ростом города? Блин, может этот выкупить оазис? С другой стороны, надо бы... Не, ну, блин, а нафига мне это выкупать? У меня нету сейчас жителей. Мне надо семь жителей, и после этого строить правительственную площадь. Для этого мне нужен оазис, на самом деле. Три еды. Ну и строить тут, наверное, амбар стоит. А потом рабочего можно купить. Просто будет 340. Да, наверное, давайте я выкуплю здесь. Так и так сделаем. Балтимор должен расти. Вы стремитесь к власти над всем миром, и хотите, чтобы остальные страны добровольно с этим согласились. Не понимаю, это он возмущается, или наоборот, ему нравится, что я такой? Как вот бессмысленно все-таки действует компьютер в войне? Гуманитарная помощь Екатерине Медичи. Ну, давайте поможем. Хотя, и буду ли я этим сейчас заниматься? Ну, давайте попробуем. Два очка дипломатической победы. Вообще, за Америку, наверное, будет прикольно именно дипломатии победить. А нас... Дипломатические всякие ООНы подмяло и прочее. Пастбище плюс пищу. Так, куда тут рабочий делся? Вот он. Еее. О, повышение. Отлично. Так, ну, кажется, мы тут с варварами все-таки разберемся в итоге. Жалко, эти дорога от Кардиффа не дошла. Одну клеточку. Австралия так и держит здесь поселенца за чем-то. За это, видимо... А, подождите. Вот, оно смещается сюда, мини-карта. Если ты открываешь город, и иногда она просто не возвращается. Вот почему оно в этом месте осталось. Когда-то. Ладно. Понятно. Зону контроля или против городских... Давайте против городских атак. Может быть, потом в пушке апнем и пойдем... Какой-нибудь город захватывать. Потом как-нибудь... Наверное, Австралию надо будет добивать. Ну, просто канадские города... Совсем, мне кажется, нам не нужны. Вообще. Так, значит, после времени я хотел картографию. Ну, в принципе... Так, а что нам... А как это ускоряется универы? А, ученые. Ученые мне не дадут, конечно. О, я торговца почти набил. Ирину Афинскую. Прикольно. Да, на Исаака Ньютона тут... Свои виды у ребят. Опять то же самое, Оптимус Принципс. Так, этого убиваем. Этим рабочим поплывем к Бостону. Этим корабликом... С этой стороны. Так, ну, кажись. Залив Святого Лаврентия практически очищен от варварских орд. Все, у Канады закончилось. Вообще, я тоже удивлен. У Канады самая большая армия. А, слушайте, у меня уже 400. Но, тем не менее, самая большая армия. Где она, хрен знает. Тем более, что когда-то только со мной воюют. Так, тут у нас... Нехватка жилья, поэтому переключаемся на производство чисто. Чтобы амбар быстрее построился. Он нам даст жилье. И нам нужен четвертый торговый путь. Мы можем его построить. Так, давайте пока... Например, на морскую традицию переключимся. Чарльстон. А, тут я рынок закончил. Ну, кампуса тут вроде нормального не ставится. Наверное, он может быть только здесь, предположим, рядом. Хотя вот тут плюс два. Блин, ну, не знаю. Тут пока, мне кажется... Кампус точно не стоит делать. Давайте амбар пока сделаем. А потом посмотрим, может быть, и рабочего еще. Он вообще почти убитым коляской атакует город со стенами и 43 силы. Вот почему это никак не прописано у кампа в голове? Просто как вот он решает, что хорошая идея проатаковать город? Ирина Афинская. Ну, я думаю, что я все-таки возьму ее. Губернаторский титул. То есть мы сейчас лян до конца... Ну, чтобы меркантилизм ускорили. Используем, чтобы губернаторский титул и лян. Берем улучшение зданий районы в этом городе. Не могут быть повреждены природными явлениями. Вот. Докачали Балтимор. То есть, в принципе, можно вокруг теперь ставить районы. Так, тут у нас плывет. Рыбу делать. Этот у нас пойдет... Все с престижем. Низкий престиж, так что можно не заморачиваться по этому поводу. Я, наверное, здесь вот шахту сделаю и выкуплю кофе. Тоже обработаю. Так, этот рабочий... Видимо, пойдет Чарльстон улучшать. Добьем? Нет, не добьем. Давайте плывем сюда. А этого на лечение. Потом тут надо будет расследовать. Исследовать территорию. Гавань. Амбар в Балтиморе. Уже соточка. Но Канада все равно. Так, а Хамурапи вообще... Нет, слушайте, Хамурапи... Что... Что в лидерстве по науке? Араб. Ну вот, к вопросу рейтинга. Что Аравия одна из... Лучших научных цивилизаций, на самом деле. Если ей давать развиваться. Но с разницей пять технологий всего. Потом поплыву к Лос-Анджелесу. Там все... Улучшать. Выйду, чтобы он мне коммерческий район не разграбил. А что Кардив не убивает эту колесицу? Я не понял. Давайте пойду помогу. Ну, оленей надо улучшить. Потом железо. Так, а в Вашингтоне мы, наверное... Блин, надо поселенцы сделать. Наверное, все-таки не в Вашингтоне. Не хочу уменьшать жителей в Вашингтоне. Так, в Балти-Морием у нас амбар готов. Опять на рост. Тогда переключаемся. Семь ходов. Наверное, строители, раз у нас там Лянс сидит. А по уселу сколько стоит? 680. Блин, это дорого. Ну, блин... Ой, я, по-моему, кто-то залочил. Давайте я вот эту... Залоченность уберу. Не хочется, не хочется в Вашингтоне минус жителя делать при строительстве поселенца. Ой, куда побежал рыцарь? Интересно. Где варвары у нас? А, вон там сверху. Это не страшно. Блин, уже мушкетеры идут, но все равно не берется. Во-первых, без осадных никак это не берется. Ну, латникам больно бьют. А у Канады еще и разведданные. То есть он уже шпионы использует и перилюстрирует почту у меня. Или нет, подождите. Наверное, Канада просто книгопечатание открыла. Мне бы, кстати... Ладно. Так, картографию надо убирать. Претучие отряды, средневековые стены. Наверное, давайте образование реально откроем. Поставим универы. Так, четвертый... Четвертый торговый путь. Давайте глянем из доступных, что нам на деньги, что? Из Бостона в Сингапур и из Лос-Анджелеса в Сингапур. Давайте из Лос-Анджелеса в Сингапур. Этого я парня убью. Тут мы все зачистили. Вроде контролирую. Торговец есть. Дипломатический квартал. Петра. Эти ребята не хотят еще замириться? О, Хаммурапи уже готов. Просто на Белый Мир, да? Принимаем сделку. Отлично. Саладин. Нет, Саладин не хочет. И Канада не хочет, да? Ой, Канада готова. Так, хочу ли я Канаде что-нибудь еще поубивать? Наверное, все-таки нет. Поэтому давайте мириться. Он тоже ничего платить не хочет. Принимаем сделку. И поторговать с ним нечем. Все те же ресы есть и у меня. Неоднократно одно золото, не нафиг надо. Так, помирились. Ну, правительственную площадь я буду в Балтии море строить, так? Что нам в Вашингтоне тогда? Неужели посила делать? Ладно, давайте сделаем. Тут надо город поставить. Давай ты на гавань не будешь становиться. Бонусы театральной площади. Тремя и более. Нет, ничего не меняем. Ну, возвращаемся, значит. Тут ждем, когда Австралия еще решит на меня напоминать. Слушайте, у вас в Хаммурапи даже вроде хорошее отношение. Давайте-ка отправим туда делегацию. Как насчет объявить дружбу? Пока непонятно. Ну, первый у нас даже в Союзминском не можем пока заключить. Из-за того, что все ко мне так все относятся. Вот тут, наверное, где-то варварский лагерь, который генерирует кучу кораблей. Думаю, что мне тут раньше надо будет обрабатывать. Но скорее, наверное, одну рыбу обработаю, а потом пойду сюда мрамор и кофе. Так, торговать меня все еще не с кем, да? Два красителя у Канады появилось откуда-то. А, у меня есть красители, фак. Срабычу. А, блин, показывает. Это вообще не показывает, что у меня есть красители. Показывает. Все показывает. Вино. Вино у Австралии, но у меня... Ну, у меня мрамор и кофе скоро будет. Ладно, подождем тогда. Так, ну пора. Давайте Рейну в Лос-Анджелес. Там, во-первых, и гавань будет крутая, и быстрее Лос-Анджелес клетки присоединит. Так, средневековые ярмарки открыты. Пошли в дипломатическую службу пока. Я надеюсь, что я все-таки с кем-то союз заключу и ускорю дипломатическую службу. В Чарльстоне Амбар. Водяная мельница тут точно не нужна. Что с промышленной зоной? Есть на плюс два. Кстати, а вот тут плюс два. Да, наверное, давайте сюда промышленную зону. Акведук тут здесь возможен, да? Блин, ну... С другой стороны, мы можем промышленную зону, во-первых, здесь на плюс три сделать. В итоге, если я сюда акведук поставлю... А тут место для какого-нибудь другого района оставим еще. Блин, ну, акведук девять ходов. Ладно, давайте акведук. Я тогда, наверное, вот этим рабочим обработаю железо и потом вырублю здесь лес. Ничего, не меняем. Ничего, Саладин сейчас еще поприсылает мне армии. Право прохода мне не надо, а вот денег... Вот так давай. Надо тебе железо, я готов его тебе дать. Мне точно столько железа не надо. О, вот тут... Видите, сколько там этих галер? Блин, вот это катастроф... Ух, мне тут разрушило. Интересно, а в каком городе уменьшило жителей? Ну, точно не в Вашингтоне, там, по-моему, 13 или... Нет, наверное, в Вашингтоне все-таки. Фак! Да не, не должно в Вашингтоне, вроде бы должно... Странно, Вашингтон третий радиус аж. Как он мог уменьшить... Потеряно одно население? Ну, походу, в Вашингтоне. Так, мне здесь нужен рабочий. Кстати, я куплю... В Балтиморе. Отправлю сюда. Ну, тут больше просто зарядов. Да, вот это количество, конечно... Вулканов и их извержения постоянные. Неужели убьет меня галеру? Да не должен. Блин. Эту денег, эту клетку выкупить. Но мне надо будет обрала. Ладно, подождем тогда пока. Еще одного торговца нужно. Но в Чикаго мы, пожалуй, будем кампус строить уже. А торговца мы в Вашингтоне сделаем. После посела. И смотрите-ка, эти престиж ушел. Больше нету тут потрясающего престижа, только притягивающие. Такие классные клетки две были. Спасибо, извержение, блин. Так, здесь придется на амбар пока переключить. Потому что гавань закрыта. Варварам. О, с Вавилоном уже можно дружбу заключить. Естественно, где он? О, сам убил Сабиня. Отлично. Еще и опасная торнадо. Минус одно население. Да ё-моё! В Балтиморе. Зашибись. Сейчас мне еще куча клеток тут будет. У Хайдохана. Так, ну тут, к сожалению, надо прятаться и высаживаться. Потому что вот этот кораблик мне может все убить. Это пока так. 165. Охренеть. Еще один ход ждем. Ну что, еще рабочего у меня может убить. Торнадо. Не, наверное, убить все-таки не может. Но ранит точно. Еще одно население погибло. Это, наверное, опять в Балтиморе. И тяжелую колесницу, видите, он ранил. Да. Да, вот, хотя я сюда и думал ставить. Надо только, наверное, коником посорить, чтобы там варваров не было. Да, блин. Как они задолбали просто. Ну, это какой-то трындец, честно говоря, с этими. Боже. Так, давайте союз Хамурапи попробуем. А, слушайте, он не открыл союзы. Охренеть. А сколько у тебя культуры? 58 должен был открыть. А что ты открываешь вообще тогда? Непонятно, что он открывает. Причем это кадре, он еще стрелять будет. Блин. Ну, мне надо, видимо, галеры строить. Что я могу сказать. Какой-то мрак здесь у нас. В плане иметь города на побережье просто вообще. Так. С кем-нибудь кофеем можно поторговать? Кофе и мед. Красители у нас есть. Оливки есть. Вот вино. А, они что-то за это хотят. Не, мне кажется, хотя 19. Ладно, 19 отдадим. У нас все равно плюс нормально идет к дипломатическому капиталу. Так, ну я, походу, вот эту сейчас закончу. Что-то Екатерине Медичи никто не помогает. Надо будет ходов за 10 начать помогать, на самом деле. Следовать по стопам Хаммурапи самое разумное решение. Ну, типа, что у него технологии больше. Ну, это временно. Ну, что-то у меня с двумя этими... Короче, здесь вот по этому морю пускать торговые пути не самое лучшее решение, похоже. Наверное, рис тогда обработаю, а не рыбы. Так, здесь хочу вырубить лес. Так, здесь хочу вырубить лес. Четыре посла, Сингапур, Кардив. Ну, вообще, можно и в Ашан отправить, потому что я должен сейчас универы уже строить. Вот в Вашингтоне, например. А купить универ стоит тысячу. Библиотека 11. Восемь. Что-то как-то все дорого и долго. Ну, мне нету смысла с замками спешить, честно говоря. Два универа. Давайте пока книгопечатание открывать. Блин, надо как-то с этими ворогами уже заканчивать. Просто трындец какой-то. Откуда-то оттуда они постоянно еще прибывают. Так, доступные пути на деньги. Ну, в Сингапур не хочу отправлять, честно. Бостонанцы, это все мне не нравится. Ну, кстати, благодаря моему пантеону и тому, что тут есть олени, может быть, еще и нормальный город тут будет. Давайте. А из Балтимора бегает? Да, из Балтимора на еду бегает. Давайте из Чарльстона отправим. А потом у меня еще последний будет пятый. Я куплю в этом новом городе и отправлю в Вашингтон. И Рейна в Лос-Анджелесе. Блин, я в Балтиморе так никогда правительственную площадь не построю. Просто постоянно какие-то траблы. А мне надо до семи вырасти, чтобы район можно было ставить. О, кстати, поставил пастбище, вернулось. Вернулся престиж. Прикол. Но я не буду здесь шахту ставить. Знаете, мне железу уже нафиг надо. Я еще этот городов-государств тем более получаю. Так, а теперь мы начинаем здесь промышленную зону. Пять ходов тут осталось. Тут после промышленной зоны буду дамбу ставить. Хотя, кстати, еще ни одного разлива не было у меня. У меня постоянно извержение вулканов и торнадо всякие. Происходят по-русски маяк Хамурапи. Вот это явно семеро это на моем континенте. Мы другой континент найти не можем. А там еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять чуваков. Где-то. Не знаю, лесопилку не хочу пока. Наверное, этим рабочим пойду вместе с поселенцем. Сразу в этом городе все делать хорошо. Так, из Чарльстона. Валтимор или Вашингтон. Давайте в Вашингтон. Нету куда на деньги нормально отправлять, к сожалению. Рио Гранде. Конечно, такая... Очень зимняя речка получилась. На самом деле она... По теплым краям течет. Блин, долбанный варвар не дал достроить... А-а-а-а... Не дал достроить Галеру. Просто исчезло производство. Ну, блин... Они задолбали просто. Это какой-то бред. Просто реально бред. Я не могу просто даже выйти из... Этих заливов. А-а-а-а... Слушайте, построилась гавань. Э-э... Гавань Галера. Фу. Слава Богу. Так, ну и мрамор... Обработаем. О, у меня уже шпионы работают. Ну, охренеть. Причем нейтрализовали Пингалу. Ну... Да вы какой-то прикол. Так, тут мне вообще пофигу. Давайте... Не знаю. Ближний бой. На Галеры. Удваивает очки. Давайте торговцев. Блин. Ну, подождите. По-моему, у меня именно торговцы, да. Как ни странно, коммерческие центры вообще никто не строит. Два... Два игрока на всей карте. Я и еще кто-то. Да, давайте, кстати, даже... Блин, ну она ж не пройдет, раз два игрока только строят. Имеет мне смысл сюда... А, нет, давайте мы за что-то проголосуем. За что все проголосуют. Кстати, частенько флотоводец проходит по какой-то причине, непонятный мне никогда. Мне... Как бы хотелось бы очков набрать. Все-таки дипломатических. Да, давайте за флотоводца. Ну, а тут ближний бой вполне может пройти. Но тут фиг угадаешь, на самом деле, за что компьютеры будут голосовать. Так, с Канадой можно сейчас будет союзы заключать, видимо. Да, флотоводец. Они начисляются, флотоводцы. Тоже странно. Ну и ближний бой плюс пять. Отлично. Хоть в чем-то я получил. Пингалу нейтрализовали. Зашибись. Рыбацкое судно разграбил. Да вы задолбали. Блин, а что так... Что они так уборены-то? Блин. Так. С Канадой надо дружбу заключать. Блин. Не хочет. Ну, наверное, он скоро сам соберется мне. Ну, война с Римом у Канады. Где Рима, где Канада. Я бы, кстати, сразу элитру обработал. Вообще даже проплыть невозможно снизу. И, наверное, кукурузу эти обработаем. А потом лошадей. Или здесь лучше с Бостон. Давайте, наверное, с Бостоном. Ну, опять же, надо будет клетки покупать. А у меня денег нет на это. Не, не хочу. В Балтиморе строитель. Как ли тут вырастить-то? Придется водяную мельницу, но, честно говоря, это всего лишь одна пища, одно производство. Это маловато. Только там 17 ходов. То есть, оказания помощи пока не делаем. Ладно, давайте библиотеку, видимо. У меня пингало. Считайте, минус почти 30 науки. Это меня прикалывает. У меня такое скромное... У меня, во-первых, войско второе. Слушайте, опять у Рима ноль. В прошлой игре мы... В прошлой игре я тоже помню, что у Рима... Или это не у Рима, а у Колумбии было. То есть, по какой-то причине компьютер доводит до ноль. Мне там писали, что это может быть... У него денег на содержание не хватает. Но я вижу, что у него есть деньги. Так, я победил. Получаю плюс 2 при атаке города. И 200 единиц мирового влияния. Мир 446. Кстати, можно будет все-таки дипломатическую победу попробовать. Я бы здесь сразу монумент покупал, на самом деле. И... Так, промышленная... Никуда не ставится. Кампус. Ну, тут еще может быть какой-нибудь плюс 3. Ну, короче, я просто думаю, куда мне центр коммерции. И мы сюда бахну. Не хочу клетки покупать. Точнее, мне придется купить клетку с селитрой, а больше я не хочу покупать клетки в этом городе. Ну, плюс 4... Кстати, а когда у нас 8 ходов? Походу, в темный век свалюсь. Лечимся. Лечимся. Тут вылечилось. О, откуда у нас куча варвар. Тут мы вроде как зачистили. То есть тут варвары бегают. Я надеюсь, что они будут к Сингапуру приставать скорее, а не ко мне. Так, Канада не хочет дружбу. Да, блин, мне надо союз с кем-нибудь заключить. А из всех, с кем у меня нормальные отношения, никто не вышел. Так, дипломатическую службу откладываем пока. И книгопечатание. Так, ну, военную тактику откроем, потому что в любом случае мы не будем при помощи копейщика никого убивать. Две гавани. Блин, 23 хода. А что так долго? Нет, давайте пока вырастет. Следующим ходом поменяем здесь. Как я подпускаю злобных варвар, потому что их тут немеряно наплодилось. А Рим вообще будет армию делать? О, наконец-то. Он даже заплатит меня, видите, за мир, Саладин. 15 ходов. Гавань долго, все равно. Так, пошли, наверное, оленей сначала обработаем. Тут я просто стою. Давайте, наверное, открытые границы с Канадой. О, наконец-то. На второй ход он решил дружбу, и вот вам и союз. Можно открытые границы. Так, наверное, экономические я все-таки приму. Отлично. И открыта дипломатическая служба, да? Нет, не открыта. Скакали смотреть города канадские. И будем теперь туда караваны отправлять. Ну, в Лос-Анджелес некуда нам никого сажать. Тут, конечно, надо было и рыбы обработать. Сейчас накопим денег в торговле с Канадой. Будем покупать тут рабочих и улучшать Бостон с Лос-Анджелесом. Все-таки, исторично, Канада с Америкой хорошие друзья-партнеры. Ну, что-то там немножко у Канады затмение какое-то нашло. Повоевали с нами. Бывает. Бывает. О, а вот и наводнение. Говорил, что нет, не бывало наводнений. Вот оно и случилось. Так, операция. Постоянное посольство можно давать шпионов. Ну, я, пожалуй, пока ничего не ставлю, просто потому что у меня... Хотя я сейчас сделал новый караван. Или я не сделал? Я не сделал, потому что мне тут разграбили гавань. Фак. Ай, блин. У меня вот эти варвары очень достали уже. Просто очень. Я не могу большой какой-то флот сделать с этими двумя недогородами. Так, ну что тут поломало мне? Две клетки повреждено. Две клетки повреждено. То есть, вот этот рынок надо ремонтировать. И что еще повреждено? А, хлопок еще. Ну, фак. Просто фак. Ладно, отправляю сюда хлопок ремонтировать. Так, промышленная зона есть. Надо сразу дамбу, мастерскую надо купить 780. Потому что это трындец, если тут будет постоянно так разливаться. Я бы, кстати, вот здесь, может быть, даже театральные площади ставил. 780. Копим деньги. Набил он торгов. В принципе, нормальный торговец. 200 золота даст. Используем. Следующий какой? Ну, это, конечно, круче. Надо будет почитать проекты на него. Торговые пути к городам и государствам приносят две веры. Ну, так, маловато. О, кстати, я уже получаю все-таки плюс 4 веры от религии Канады. Распространилось таким. Католицизм 22 города и православие 26. Ну, это вот просто два разных континента. Правда, буддизм еще какой-то. Вот еще Канада не укрепляет религию. Нет, я тут просто стою, хайсам от меня убивается. И здесь ну, в принципе, пять этих можно ваншан с трех отправить. заработает вот университет за построиться. Чей-то шпион, конечно, минус пингала. это неприятно. Так, торговую республику пока потихоньку. И все-таки ничего не меняю. Нам надо столицу канадскую открыть. Явно туда будут приятные караваны бегать. Нет, литру мы не продаем. Посольство надо везде, не везде, но где у нас нормальное отношение. Ага. откуда и куда у нас самые дорогие. Все равно Сингапур. Несмотря на экономический союз. Ну, надо из Вашингтона, наверное, отправлять уже в канадские города. Так, отправляем сюда посольство делаем и в Канаде посольство. Каких-нибудь других, наверное, не согласятся, да. Это странно, что Вавилон до сих пор не вышел в союзы никакие. Так, тут мы лечимся. Надо, чтобы все были вылечены. Военная тактика. Своё производство. Давайте потихоньку. Надо где-то лесопилку таки построить. Сан-Франциско у нас на престиж нифига... Ну да, все равно нифига нету. В принципе, я бы, наверное, здесь тогда лесопилку сделал сейчас. не то, чтобы мне верфь была срочно нужна, но все остальное мы ускорить все равно не можем. Рим меня осуждает. То это, наверное, из-за того, что у нас союз с Канадой, с которым воюют. Вот, знаете, иногда понятно действие компьютера, а иногда просто думаешь, чё? конечно, блин, надо там 13 ходов с Францией, надо помочь Канаде. Будем сейчас набивать дипломатические очки. Франция, вон, Австралия уже помогает. Кстати, как у Австралии со мной отношения ещё непонятно. Мы захватили минус... Да, минус 18, видите? Вот у меня в отношении Австралии то, что она мне войну объявила в самом начале, пыталась уничтожить на взлёте, так сказать, молодую американскую цивилизацию. Это нормально вообще? Так, в Оттаву по идее должно. А чё до Оттавы не добегает? Блин, ну ладно, давайте тогда в Ванкувер сначала. Господи, ещё одна приплыла. Ну это какой-то прикол просто уже с варварами. Просто непрекращающийся прикол. Есть универ в Вашингтоне. Чёрт, ну и что? Показывать помню, не даже шпиона надо к себе посадить. Так, ну вообще Франции 12 ходов, то есть мне надо какое-то количество помощи реально оказать, чтобы дипломатические очки получить. Однократно 31 и... Ну давайте. Почему нет? Правда, это помощью не считается. Так, ну а Рим ко мне плохо относится, потому что я, наверное, так, ну это, видимо, всё-таки для Кардифа минус. А, и сломала мне оливки. Просто неизвестные причины. и мне нравится, что вы приближаетесь к дипломатической победе. Мне нравится, что вы конкурируете за влияние в смысле какой дипломатической победе приближаюсь. 2 из 20. Близок, как никогда. отлично. Прям еще и уровень получил. ислам там пытается распространиться. Так, на универ я думаю, что я накоплю денег лучше. Просто куплю его. Причем сначала мне надо универ купить, а потом мастерскую в Перте. Так что у нас тут еще можно построить. Видимо, все-таки надо водяную мельницу, к сожалению, хотя она тут ну очень так себе будет. Вообще еще можно и Петру, но 26 ходов все-таки слишком. Нет, давайте мельницу. Так, гавань в бостоне маяк. Да, отстаем, отстаем. Хамурапи уже здесь где-то. 150 год нашей эры, а Хамурапи уже там реканализации строит. Так, в Чарльстоне неплохая, неплохой промышленный район получился в итоге. Давайте мастерскую. Да, Катичарстон тоже неплохой город. Лошадей сначала, потом оливки починим. Ну вот, видите, в этом проблема. Чикаго, конечно, с тремя ресами и вроде как неплохо, а с другой стороны извергается вулканы просто постоянно и уже как бы ты без резов сидишь. блин, а где все-таки Саладин? Вот Хамурапи получается на юге, на севере от Рима Саладин? Союз так и не вышел. Ну, Саладин видимо где-то здесь получается. Будем искать. Франция с Римом, о! Блин, ну там же куча варваров. Вообще надо бы сбегать, конечно. так, больше торговых путей. Давайте в Вашингтоне построим его. Я коплю деньги сейчас на универ в Балтиморе. Ой, Пенгалу можно вернуть в столицу наконец-то. Пенгалу мне очень много науки и культуры дает. Канада, друзья с Аравией и храм Махаботки. Хрен знает кто построил. В Средневековье один ход выходим в темный век. салон здесь black. Так, картография порох. Давайте порох открывать, причем я, наверное, не буду оружейную строить. И здесь я бы хотел блин, оленей пять ходов. Подождем, когда добавится. Не хочу овец, хочу именно олени. Потому что благодаря пантеону очень неплохо они. Города. А вот, кстати, какой-то остров неплохой. Доплыл наконец-то. Столько варвары мешали, что просто не мог его увидеть даже. А еще этот вылечится, поплыл тут смотреть. Блин, я бы рабочего, конечно, тут все рыбы обработать. Очень лусанжелес бы начал хорошо расти. Вот границы Араба. О, Германия еще у нас есть. Это, видимо, тоже на нашем континенте. Да? Наверное, такой континент вообще. Или, все-таки на другом. И глянем, что там в Германии в плане поторговать. Тобачок есть. Отлично. Я даже наверное кофе хочу. Я не хочу посольство пока отправлять. Копим деньги. Ну, можно задружиться с Германией. Ой, с Саладином уже можно задружиться. Создаем блок НАТО, короче. Правда, сваливаемся в темный век. Героически у Германии. Вау. Так, давайте думать. Каждый построен специализированный район 1 очко к эпохе. Ну, евангелисты точно нет, у нас нету религии. Каждый открытый новый континент или чудо-природ. Кстати, кстати, это вполне может сработать. У нас только, по-моему, только одно чудо нашел. Континентов, правда, уже... Сейчас хочу посмотреть, сколько я чудес нашел. Не смотрите, что 4, это, видите, 4 клетки означает. Просто это все 4 клетки. То есть я нашел только одно чудо. Ну, а континентов как бы много, потому что я сразу на каких-то континентах был. А, всего 3. Не, нормально. А давайте возьмем действительно здесь живут драконы. Как раз мы сейчас должны выйти в каравеллы в эту эпоху и по идее должны так нормально очков с этого набрать. Вот еще. ударный кратер. Вот, да, Тавы наконец-то добегает. Ну, вообще, можно будет уже и поставить... Так, исследование надо отменить. Можно было бы уже и поставить... Давайте традицию морскую откроем. Поставлю карточку на караваны. Ну, и там плюс у нас этот есть. еще дополнительно посол. Так, раз у нас с Саладином такие мы дружочки, давайте объявим дружбу и... давайте, наверное, без союзов. Просто, просто открытые границы. Не хочу я с ним союз. Не вижу, какой мне с ним вообще союз нужен. Вдохновение для просвещения. по-моему, четыре великих человека. Три. А, кстати, по-моему, двух я уже брал. Нет, одного, нет, двух торговцев, как раз. И я хочу, да, набить... Блин, пять ходов. Короче, мне надо проекты в коммерческой поделать. Четыре. И что, я только один смогу сделать? Блин, и там еще у меня помощь Франции, что-то я забил вообще. Тут девять. Ну, слушайте, пять у нас разница. Где мне должно хватить одного даже проекта обогнать, мне так кажется. Я, наверное, могу потом за деньги купить, предположим. Следующим ходом я универ покупаю. Короче, но мне надо помощь Франции сделать все-таки. Блин, тринадцать ходов. Восемь. А тут осталось восемь. Черт. А если я просто Франции дам что-нибудь? Ну, в течение что-нибудь надо, деньги давать. Ладно, мне надо подождать. Мне надо подождать сначала покупку универа. Ну, вообще, это, конечно... А просто, знаете, привык на сетевой скорости играть, и вот эти все у меня немножко сбито ощущение количества ходов. Блин, двадцать ходов дам построится в Перте. Соседство центра коммерции можно убирать, потому что закончилось. А что в темных морские рейдеры? Наверное, нет. Внутренние плюс четыре дают. Ну, кстати, тоже можно поставить... У меня сейчас пока довольно много внутренних бегает. Давайте изоляционизм поставлю и поставлю учетные банки. У меня внутренних торговых путей две штуки бегают и две штуки в Канаде. Вот так я буду постепенно перебрасывать их в Канаду, тогда я уберу карточку. Вот где они, блин, создаются. Слушай, тут приятный очень остров. Я тут, конечно, тут даже два города влезет. ждем три хода. Не хочу... А, стоп, универ. Универ покупаем. и открыли книгопечатание. Отлично. Так, куда мы тут дальше можем? Военную науку, замки, две бомбарда. Я только один. Вообще, это не две бомбарда, на самом деле, а два трибушета. Вот эта ошибка здесь написана. И то же самое касается, опять же, кто не в курсе, тут не три мушкетера, а три линейных пехоты вот этих. Надо. Ну, пока оружейную просто открываем. Надо будет и трибушет где-то построить. А Германия, кстати, ни с кем не воюет. Ой, союз с Аравией. Не часто я вижу, чтобы компьютеры союза заключали. Так, ну, пока тут ничего. Видите, как наука просела, как у меня золотой век закончился. Зато 200 науки у Аравии. Еще раз повторяю, одна из сильнейших научных цивилизаций, на самом деле. Посмотрите. Рейтинг цивилизаций. Ну, наверное, потихоньку гуманизм будем открывать. Слушайте, а может мне в Торговую Республику так выйти? Ну, я две Каравеллы хрен знает, когда сделаю еще. Тут один ход остался. Давайте откроем Торговую Республику. Это реально выгоднее, чем мне тут в Античной сидеть. О, Канада запретный город строит. И Катакуин. Так, берем Торговую Республику. Теперь поставлю уже наконец соседство где ремеслота? Вот, ремесленники. Соседство промышленной зоны. А сюда еще так, ну, из черных карточек ничего интересного не осталось. На других континентах они не где столица. Кстати, ну, тут всего пять еды. Не, ладно, не будем. шпионы быстрее строятся. но, вообще-то интересно. и деньги от каравана интересно. и, ну, ладно, скидка стоимости юнитов чуть попозже будет. Блин, вот, содержание юнитов больше даст денег, чем караваны. Это, наверное, содержание юнитов пока поставлю. Я просто хочу посмотреть, сколько я Франции, вот, если я дам денег, сколько это будет считаться очков помощь. Блин, там забрал, короче, начитал проект кто-то и забрал того великого человека. Ну, она вот это, но я все равно дочитаю проект, заберу этого. Ну, жалко, тот, тот получше был, хотя это тоже ничего такое. Да и тут еще вот эти клетки все купить вокруг, потому что довольно много дают. Больше торговых путей. это маяк я здесь закончил. Ну, тут надо рабочего. Ой, торговец. Кстати, не доделан. Давайте торговце один ход. Гавань пять ходов. блин, блин, очень хорошие. Я прям сюда даже хочу отправить какую-то армию, чтобы с варварами разобраться и держать. Так, давайте, кого мы туда? Надо вот этого апнуть в латника. Вообще, дождемся, когда у нас построится вторая гавань, чтобы можно было выйти в каравелл и сразу поставим карточку тогда на апгрейд юнитов, апнем этого чувака в латнике и отведем к варварам. Но я думаю, что это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала продолжения могут прямо сейчас поискать в вкладке сообщества. Для всех остальных оно должно появиться завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok